На днях украинское медийное пространство взорвало новость о возможном назначении экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили новым вице-премьером по реформам. Сначала новость распространили ряд телеграм-каналов, позже подтвердили источники в «Слуге народа», а потом о том, что получил предложение от Зеленского, подтвердил и сам Саакашвили. Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по вопросам реформ. У меня также был очень содержательный и полезный разговор с премьер-министром Шмыгалем, в течение которого мы подробно обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве. И, конечно, теперь пошли разговоры о том, получит ли какую-то должность или будет просто помогать экс-президенту Грузии, его верный соратник и друг, экс-заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе. На этот вопрос ответ дал сам Сакварелидзе в эфире одного из телеканалов. «В первую очередь я не собираюсь работать в правительстве, поскольку правительство уже укомплектовано, и я не вижу себя в этой конструкции. Однако я всегда готов помочь советами и усилить Михаила и, соответственно, Украину. Я верю, что этот человек может принести большую пользу стране, которая оказалась в нелегкой ситуации», — отметил Сакварелидзе. Также соратник Саакашвили встал на защиту экс-президента Грузии и отверг все обвинения, что он начнет конфликтовать с Зеленским, назвав его при этом самым популярным политиком Грузии, которого потому и в Грузию не пускают. Тем временем Саакашвили уже начал неформально встречаться с депутатами «Слуги народа» и убеждать их проголосовать за его назначение в правительство. Об этом сообщил собеседник в «Слуге народа». «Встречается малыми группами, убеждает тех, которые колеблются. Очаровывает, как только может», — заявил источник. Президент Владимир Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины и предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой. Как же «Слуги» реагируют на возвращение Саакашвили? Народный депутат Елизавета Богудская высказалась касаемо возможного назначения Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам правительства Дениса Шмыгаля. По ее словам, еще ни разу никого так жестко не обсуждали во внутрифракционных чатах «Слуги народа». То есть партия горячо обсуждает кандидатуру Михаила Саакашвили. Такую новость народный депутат сообщила на своей странице в социальной сети Facebook. Сама же Елизавета Богудская пишет о том, что кандидатуру Михаила Саакашвили она более чем поддерживает и говорит, что это одна из самых мощных фигур в политическом вакууме. Несмотря на это, у ее коллег из политической силы «Слуга народа» есть огромное количество вопросов к чиновнику, даже невзирая на тот факт, что занять пост в правительстве Дениса Шмыгаля бывшему генеральному прокурору Одесской области предложил сам президент страны Владимир Зеленский. Кравчук в интервью сказал, что поставил бы Зеленскому 4 по 5-бальной шкале. По его словам, украинский лидер начал делать то, для чего нужны желания, смелость и мужество. Он начал модернизацию государства. «Я не думаю, что это мог сделать кто-то другой, с другой философией и видением. А Зеленский начал. Вот почему я ставлю ему 4», — объяснил собеседник. Экс-президент добавил, что Зеленский нормальный человек. «До этого у нас были президенты надутые, напыщенные мордовороты. Они чувствовали себя вождями, поэтому люди привыкли именно к таким президентам. Зеленский совсем другой. Он искренний человек. Говорит то, что думает, у него есть сомнения», — отметил Кравчук. Зеленский получил очень плохое наследство. «Я не помню, чтобы Украина была самой бедной в Европе, наиболее коррумпированной, чтобы в Украине шла война и она потеряла территориальную целостность. За каждый сегмент государства можно поставить особую оценку. Но я скажу так. Я знаю, что есть критики выступления Зеленского и фильма, который недавно шел. Они и дальше будут, потому что не бывает, чтобы президента не критиковали. Некоторые политические силы ставят немного другие цели. Они никак не могут смириться с тем, что они не у власти. Некоторые уже говорят откровенно, что если бы был Петр Алексеевич, то он бы договорился. Это цинизм высокого качества. Я хочу попросить Владимира Зеленского, чтобы он не обращал внимания на тех, кто говорит. Надо слушать народ. Также я думаю, что не должен президент Зеленский объяснять, почему он что-то делает. Подчеркиваю, у президента есть все конституционные полномочия, поддержка народа, воля большинства. Поэтому он должен не оглядываться, а действовать. У нас нет времени ничего объяснять. Украина в очень тяжелом состоянии. Если мы не возьмем ситуацию в руки сегодня, руководствуясь законами, конституцией и волей украинского народа, то мы можем попасть в еще более сложную ситуацию. Я хорошо знаю, лично знаком с Владимиром Зеленским. Он имеет свою специфику. Он горячий, эмоциональный. Сегодня нам именно такие эмоциональные люди, которые не склонны долго рассуждать и нужны. И он имеет опыт, знает всю систему и рычаги власти. Есть только одна вещь. Если президента Саакашвили назначить вице-премьером, я убежден, что начнутся дебаты вокруг его кандидатуры. Все будут вспоминать все плюсы и минусы. Сами увидите, как будет вести себя европейская солидарность. Поэтому я хочу попросить президента Зеленского и премьер-министра и Верховную Раду, если они назначат Саакашвили, а я хотел бы этого, то ему надо помочь и защитить его от грязи в тех вопросах, где он будет действовать на пользу украинскому народу. Конечно, если он будет допускать ошибки, то его нужно критиковать. Сам Саакашвили никаких реформ не проведет. Не надо надеяться, что один человек все сделает сам. Он должен показать волю, силу и желание идти вперед, даже когда опасно, но нужно. Мы пережили Чернобыль, пережили советскую партийную систему, пережили 91-й год, когда начали строить новое государство с нуля, имея за собой коммунистов, и вышли из этой ситуации и начали строить постепенно Украину, где-то с плюсами и минусами. Поэтому я убежден, мы научились бороться с различными проблемами, но эту тоже преодолеем. Глава государственной таможенной службы Максим Нефеодов, который несколько месяцев получал надбавку в 600% оклада, несмотря на дикие недоборы таможни, в марте получил по 79 тысяч гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы. Об этом СМИ сообщил источник на таможне. Так, за март текущего года оклад Нефеодова составил 30 тысяч гривен. При этом он получил 800 гривен надбавки за ранг, 4 400 гривен за выслугу лет, по 79 тысяч гривен надбавки за интенсивность работы и за выполнение особо тяжелой работы. Всего в марте зарплата руководителя таможни составила 194 210 гривен, в 6,5 раз больше базовой ставки. При этом в феврале Нефеодов получил 39 тысяч гривен зарплаты, из которой 34 тысячи гривен оклад, 800 гривен надбавки за ранг и 4 тысячи гривен за выслугу лет. В январе Нефеодов получил 42 721 гривну зарплаты, из которой 25 тысяч гривен оклад, 838 надбавки за ранг и 3 тысячи гривен за выслугу лет, по 6 857 гривен надбавки за интенсивность работы из-за выполнения особо тяжелой работы и 9 гривен индексация зарплаты. Напомним, только за первые два месяца 2020 года недопоступление в госбюджет от государственной таможенной службы составили 13 миллиардов гривен. Глава гостаможслужбы Максим Нефедов объяснил такие показатели снижением импорта сырьевых товаров и укреплением курса гривны. Также ранее президент Зеленский сообщал, что на время карантина чиновникам серьезно урежут зарплаты. Но похоже, что Нефедову указы президента и правительства – не указ. Также стоит напомнить, ранее в Минфине сообщили о том, что руководитель государственной таможенной службы Максим Нефедов вместе с тремя своими заместителями получал надбавку в размере 300% оклада за интенсивность труда и еще по 300% оклада за выполнение особо важной работы. Такое разрешение дало Министерство финансов Украины в ответ на обращение самого же Нефедова, говорится в ответе Минфина на запрос в СМИ. Нефедов в своем письме ходатайствовал о начислении двух премий по 300% должностных окладов ему и его трем заместителям – Роберту Зелди, Сергею Петухову и Денису Шендрику. На космические надбавки к зарплате топ-чиновникам гостаможенной службы отреагировали в «Слуги народа». Народный депутат Украины Максим Бужанский иронически написал в своем телеграм-канале. Задумчиво посмотрев в январе на полный развал таможни, Нефедов обратился в Минфин с просьбой дорисовать ему и его банде по 600% к окладу. А ведь и верно, он же мог нас и в минус загнать, не то что не дособрать, прикинули в Минфине и обратились к Гончаруку. Но Нефедов даже красивее Шабунина вынужден был признать Гончарук и выплаты были утверждены. Больше конкурсных отборов, напсоветов и наборов во власть по объявлениям «Так победим». Президент Владимир Зеленский заявил, что во времена его президентства Украина стала очень известной страной в США. Об этом он сказал в фильме «Год президента Зеленского», который транслировался в прямом эфире одного из украинских телеканалов. «С Америкой у нас сейчас… Ха! Мне кажется, мы стали очень известной страной. Сейчас Украину знает каждый американец. Не будем говорить, по каким причинам, это неважно. У нас с Америкой крепкие отношения сейчас. Плохое отношение к Украине было из-за большого количества коррупционных схем в высшем руководстве государства», считает Зеленский. Разговор президента США Дональда Трампа с Зеленским в июле 2019 года стал причиной объявления импичмента 45-му президенту США. Демократы, инициировавшие импичмент, заявляли, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы украинские власти начали расследование в отношении Байдена-младшего. Таким образом, глава Белого дома, по мнению демократов, хотел ослабить позиции Байдена-старшего, вероятного соперника Трампа на выборах 2020 года. Напомним, 24 сентября спикер Палаты представителей, представитель демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикации The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля. 25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор посмотрит на ситуацию. Глава Белого дома назвал расследование охотой на ведьм и настаивал, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему не подталкивали и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США. 18 декабря Палата представителей одобрила две статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. За первую статью о злоупотреблении властью проголосовали 230 конгрессменов при необходимых для принятия решения 216 голосах. Против были 197. Один конгрессмен воздержался, трое не голосовали. Утверждение второй статьи о препятствии о неработе Конгресса во время расследования поддержали 229 конгрессменов. Против были 198. Один воздержался. В обоих случаях республиканская партия голосовала против импичмента, демократическое в большинстве за. Трамп стал третьим президентом, которому Палата представителей объявила импичмент. Сенат США начал процесс по делу об импичменте 16 января 2020 года. 5 февраля Верхняя Палата Американского парламента отклонила обе статьи обвинения. Напишите в комментариях свою точку зрения на это. Также вы нам очень поможете, если поделитесь этим видео на своих страничках в соцсетях.